Девушки отдыхают Титаник. Ответы из бездны. Примерно в 500 километрах от побережья Северной Америки, в мрачных водах Атлантики, туда, где покоится Титаник, подошла группа судов. Эксперты из Соединенных Штатов, Великобритании, Канады и Франции встретились с одной целью. Их задача – провести первое в мире полномасштабное научное изучение катастрофы Титаника. Имеющееся в их распоряжении высокотехнологичное оборудование позволит провести глубоководные исследования. Будут извлечены и изучены элементы Титаника. Новые методики позволят выявить аспекты трагедии, которые никогда раньше не обнаруживались или не рассматривались. Если бы была возможность использовать эту современную технологию на первом этапе... Да, в данный момент мы не знаем, каково было положение судна. Удивительно, но причина гибели Титаника до сих пор окружена мифами, о ней спорят. Но это не имеющее себе равных команды исследователей надеется установить истину. То, что мы видим сейчас, и есть предмет изучения. Сразу после катастрофы Титаника мир усиленно пытался найти ответы. Вскоре появилась широко известная версия, которая, казалось, объяснила все. Титаник столкнулся с громадным айсбергом. В корпусе появилась огромная трещина, и судно затонуло целиком. Погибло более полутора тысяч человек. В течение почти ста лет это мнение о событиях той трагической ночи было общепринятым. Когда в 1985 году нашли обломки кораблекрушения, мир был потрясен, узнав, что дело обстояло гораздо сложнее. Огромное судно на самом деле разломилось на два громадных куска. Нос корабля и корма оказались на расстоянии примерно 900 метров. Мы до сих пор не знаем, как разрушилось судно и как его части оказались разбросанными по морскому дну. Эта группа надеется разобраться. Чуть вперед? По поводу Титаника предстоит выяснить еще очень многое. Общими усилиями мы сможем довольно четко ответить на вопрос, что произошло, почему и в какой последовательности. Для воссоздания катастрофы морская группа будет работать в содружестве с исследователями на суше. Они сконцентрируют внимание на обломках Титаника. Подход, аналогичный, применяемому в судебной медицине, когда изучают труп в деле об убийстве. Когда говорят «судебная медицина», в сознании тотчас возникает патологоанатомической лаборатории некто, сосредоточенно склонившийся над трупами. В некотором смысле мы занимаемся тем же самым. Мы ищем свидетельства, признаки и часто очень мелкие детали, которые позволили бы построить более общую картину. Четыре главных события, связанные с гибелью Титаника, до сих пор покрыты мраком неизвестности. Насколько велики на самом деле были разрушения, вызванные непосредственно столкновением с айсбергом? Сейчас ученые подозревают, что было несколько мелких разломов, а не единственная трещина протяженностью в 90 метров. Но есть ли у них доказательства? Они знают также, что в ночь катастрофы Титаник раскололся на несколько частей. Но как это происходило на самом деле и почему? Одна из самых больших тайн в том, что же произошло, когда судно погрузилось в океан. Как нос судна погрузился почти на 4000 метров практически невредимым? И что такое случилось с кормой? Из-за чего эта часть судна оказалась полностью разрушенной? Курс 1-5-0. Хорошо, Керт. Север-100. Понял. Север-100. Чтобы получить ответы на эти вопросы, исследователи разделили зону кораблекрушения на две зоны работ. Группа на борту Ocean Voyager сосредоточит внимание на носовой части Титаника, которая покоится на глубине более 3500 метров. Для этой цели они используют Магеллан 725. Магеллан — передвижное устройство с дистанционным управлением. Для данной миссии Магеллан оборудован современными камерами для подводных съемок. Кирк, если ты встанешь перед камерой, я смог бы убрать блики. Вот так. Хорошо. Когда Магеллан подойдет к Титанику, его мощные линзы станут аппаратурой для исследований. Магеллан сможет рассмотреть как всю структуру с очень близкого расстояния, так и разные обломки там, внизу. Он сможет поймать то, что мы надеемся окажется визуальным ключом к разгадке. Мы увидим детали, которых раньше не видел никто. Чтобы отправить Магеллан к Титанику, нужен 15-тонный кран и команда из 8 человек. Автомат связан с судном кабелем длиной в несколько сотен метров. Через эту пуповину Магеллан будет получать инструкции и передавать изображение в реальном времени. Выбрал полностью. Полный стоп. Когда будете близко, дайте мне знать. Сейчас будет касание. 90, 100... Есть. Кёрк, касание. Скажешь, когда включать гидравлику. Гидравлика. Есть гидравлика. Немного придержи центр. Трой, включай депрессор. Понял. Пока Магеллан на своём трёхчасовом пути к месту катастрофы борется с течением, примерно в километре отсюда группа на борту Надира готовится к путешествию к разбитой кормовой части. Об этом обломке из судна мало что известно. Погружаемая капсула наутилус, в которой находятся люди, превращается в современный платформу для фотографирования. Ещё повыше. Возглавляет работы океанограф Пол Мессайес. Так он намерен закончить. Он размещает на наутилусе камеры с высоким разрешением и мощные глубоководные светильники. Фотографии обломков кормы попадут в эту крошечную сферу и специально разработанные для экспедиции компьютеры сохранят их. Мы попытаемся увидеть то, чего до сих пор не видел никто. Это очень захватывающе. И вот наутилус начинает долгое путешествие путешествие, которое приведёт его команду в одно из самых негостеприимных мест на Земле. Температуры близки к температуре замерзания. Давление воды ломает кости. Единственное, что защитит команду — титановый корпус толщиной 10 сантиметров. Итак, наутилус и Магеллан отправились в своё историческое путешествие. Есть надежда, что сделанные ими фотографии добавят новую главу в осознание катастрофы, происшедшие с Титаником. Титаник. Ответы из Бездны. Часть 2. Мы полагаем, вы подойдёте к носовой части с правого борта. На борту Ocean Voyager учёные встретились с командой Магеллана, чтобы составить план исследования повреждений, действительно причинённых айсбергом. А смотрите боковую часть обшивки. Билл Гаски — кораблестроитель, ведущий исследователь в области расследования и происшествий на море. Дэвид Ливингстон — сотрудник судостроительной фирмы «Харланд» и «Вулф», которая строила Титаник. Существует возможность попасть в корпус. Эти люди хотят найти и сфотографировать те повреждения, которые решили судьбу судна. Отверстия с зазубренными краями. Когда нос Титаника ударился об океанское дно, он пробил слой донных отложений, спрятав таким образом нанесённые айсбергом повреждения, которые привели к гибели судна под слоем грязи. В 1996 году учёные применили ультразвуковой локатор, чтобы заглянуть сквозь насосы. Полученные результаты наводят на мысль, что айсберг пробил ряд небольших отверстий, которые заполнились водой, поэтому Титаник и затонул. Сейчас учёные хотят знать, а вдруг часть роковых повреждений не оказалась погребённой под слоем грязи. Вообще говоря, это можно увидеть невооружённым глазом. По-моему, если бы найти какую-то часть корпуса, которая не закрыта осадочным грунтом, возможно, я подчёркиваю, возможно, мы могли бы обнаружить повреждения от айсберга, которые привели к гибели судна. Прежде чем начать осмотр, пилоты должны привести Магеллан к носовой части Титаника. А это рискованное предприятие. Внимание! Погружение! Когда дистанционно управляемый аппарат приблизился ко дну, он останавливается проверить, не запутался ли кабель связи. Всё в порядке, ещё 20 метров. 0-9-0, Брюс. Более 3,5 километров кабеля свободно плавает в глубинах моря. Этого более чем достаточно, чтобы выявить любой обломок в зоне. подвинулись на 50 метров. 50 метров. 2-8-0. Внимание! Аппарат, находящийся на дне, связан с судном на поверхности через кабель. Ясно, нам не хочется, чтобы кабель запутался. Главной причиной этого может оказаться именно Титаник. Несколько часов спустя Магеллан достигает морского дна. Вы как раз видите морское дно. Кругом пустынно, голо. Где-то во тьме лежит огромная масса длиной в 4 городских квартала и высотой примерно 30 метров. 4 метра. Стоп. Что-то здесь есть. Обломок. Отойди на 2 метра. Давай выше. Так в самый раз. Ближе не нужно. Следи за отвесом. И вот появляется носовая часть Титаника. запоминающаяся зрелища. Удивительно изящная, несмотря на разрушение. Трое хорошо подсвечено. Понял. Прежде чем искать вызванные айсбергом повреждения, команда Магеллана подвергает камеры серии системных проверок. Эйбл, как наши дела? Там у вас внизу все в порядке? Или... Да, мы спокойны. Ну что ж. Ливингстон и Гаски проверяют опытность навигаторов Магеллана. Где-то вот здесь. В своих поисках они оказались в опасной близости к обломку. На самом деле, не очень похоже. они направляются к месту, где, как утверждает один из спаршихся, он видел повреждения примерно сто лет назад. В ночь катастрофы, глубоко под роскошными каютами, Фредерик Барретт, которому удалось спастись, работает в котельных Титаника. Барретт помогает поддерживать огонь в котлах, которые снабжают двигатели энергией пара. Когда Титаник столкнулся с айсбергом, в котельных возник хаос. Барретт среди тех, кто борется за спасение судна. Барретт видит, как вода прорывается в шестой котельной на расстоянии примерно полтора метра над колосниками. Час спустя он вынужден перебраться в смежную котельную. Внутрь просочилось большое количество воды. Я сразу увидел волну пены, прорвавшуюся между котлами. Я прыгнул на спасательный трап. Старший кочегар Фредерик Барретт. В поисках повреждений, которые Барретт наблюдал изнутри, группа терпеливо осматривает внешнюю сторону обломка. Чтобы точно установить, где находился Барретт, группа опускается по правому борту судна, по мере спуска, считая листы, корпусной стали и иллюминаторы. Пытаюсь опускаться еще ниже. Это единственный способ точно установить место, описанное Барреттом. Видишь, эта штука ходит туда-сюда. Это да. С каждой секундой Магеллан все ближе к намеченной цели. Если они смогут найти повреждения, это станет краеугольным камнем их исследования. После нескольких часов поисков Билл Гаски замечает что-то в проржавевшем обломке. Четыре часа утра. Об этом отверстии ты говоришь? Почти на линии донных отложений, что-то похожее на разошедшийся шов. Крошечное отверстие в борту Титаника прячется чуть выше уровня донных отложений. Верно, ты нашел его. Разошедшийся шов. Шутишь? В самом деле? Именно там, где, по утверждению Фредерика Барретта, оно и должно быть. Участок, непосредственно поврежденный айсбергом. Подойдем поближе? Как следует рассмотрим. Ликующая команда наслаждается находкой. Если можете постоять там, воспользуйтесь трансфокатором. Так, хорошо? Спасибо Кочегару Барретту, потому что он сказал, что видел, как швы разошлись. Примерно в этом месте. Вот оно. Так, Рон, просьба подойти на дистанционно управляемом аппарате как можно ближе к этому разрыву. При более близком рассмотрении повреждение видно отчетливо. Как и подозревалось, это не прокол или разрез, а нечто более простое. Разошлись два стальных листа. листы должны держаться вместе благодаря заклепкам. Но заклепки-то и исчезли. Некоторые ученые давно подозревали, что заклепки могли не выдержать удара айсберга. Когда произошло столкновение судна с айсбергом, возможно, заклепки в швах не выдержали. То есть, по существу, произошло следующее. Их головки выскочили. А раз они выскочили, швы могут разойтись, вода попадет внутрь. Вопрос в том, почему эти заклепки не выдержали. Прежде чем Магеллану будет дана команда подняться на поверхность, он обшаривает океанское дно в поисках вылетевших заклепок. Больше 20-30 градусов не могу. Используя руки робота, навигаторы берут образцы стали со все еще сохранившимися заклепками. Посмотрю, смогу ли я постоять и немного его расчистить. Может подобраться под него и приподнять. Образцы заботливо укладывают в возвращаемую корзину для длительного путешествия назад Коушен Войаджер. Семь уложили, привязали, возвращаемся. Готовы их принять? Да. Обеспечьте свет и гидравлику. Вылет стрелы достаточный? На следующий день Вайс начинает работу, старательно фотографируя образцы. Затем он аккуратно удаляет заклепки. Ему хочется выяснить, почему они не выдержали. Во времена Титаника корпус судна скреплялся заклепками, а не сваривался, как сейчас. Подсчитано, что при постройке Титаника было использовано более трех миллионов заклепок. Каждая балка, каждый стальной лист крепился к судну с помощью заклепок. Заклепки Титаника были изготовлены из ковкой мягкой стали, которая в действительности представляет смесь железа и примесей, называемых шлаком. В то время было трудно контролировать смесь шлака и железа. Если в смеси оказалось слишком много шлака, это действительно могло ослабить заклепки. Исследователи хотели бы знать, не это ли произошло в случае с Титаником. Во временной лаборатории на борту Ocean Voyager Тим Вайс продолжает искать ответы. Первым делом он делает поперечный разрез заклепки, чтобы посмотреть ее внутри. Вайс работает вместе со специалистом по материаловедению Тимом Фейки, который проверяет другие заклепки в Национальном Институте Стандартов и Технологии в Мэриленде. Именно предыдущие работы Фейки подсказали целесообразность дальнейшего изучения заклепок. Мы распилили две невыдержавшие заклепки, обнаруженные в 1996 году. Изучая их с помощью методов металлографии под микроскопом, можно обнаружить, что в этих заклепках слишком много шлака. Поэтому в 1998 году мы поставили задачу найти как можно больше заклепок из разных участков корпуса. Работая вместе, Фейки и Вайс рассматривают заклепки всех размеров. Заклепки, применявшиеся для разных целей. они оценивают содержание шлака, который под микроскопом виден как темные полоски. В некоторых заклепках количество шлака оптимально, и вещество обнаруживается в виде маленьких круглых частиц. в этом образце с другой стороны слишком много шлака. Это делает заклепку слабее. В своей работе Фейки и Вайс продолжают изучать отличия в заклепках с Титаника. мы осмотрели заклепки с разных участков судна. В общем, от 5 до 10 процентов могли стать причиной неприятности для судна. мы изучили 30 из 3 миллионов заклепок. Мы никогда не сможем утверждать с определенностью, но, вероятно, такова тенденция. Мы рассматриваем все больше заклепок, и она сохраняется. Работа Фейки поднимает провокационные вопросы. Явились ли мелкие, некачественные железные заклепки с Титаника его ахиллесовой пятой? Или столкновение было настолько сильным, что разрушило даже самые крепкие заклепки? Мы, возможно, никогда не выясним этого точно. В любом случае, теперь мы знаем, что разрушение ставшей причиной гибели Титаника было небольшим. Психологически, я думаю, трудно поверить, чтобы такая мелочь привела к такой потере. Это должно было быть нечто катастрофическое, и тогда это так представляли. сейчас, если судить задним числом, глядя на свидетельство, понимаю, что судно вполне может пойти к дну из-за мелких отверстий, которые не представляются возможным контролировать. для Билла Гаски и Дэвида Ливингстона такой результат исследования только успешное начало. Работа этих двух далека от завершения. Погода до сих пор благоприятствовала экспедиции. Легкая зыбь делает ежедневные поездки туда и обратно удовольствием. Эти моторные лодки, которые называют зодиаки, служат для крайней необходимой связи между судами в море. Сегодня руководитель экспедиции Джордж Таллок направляется на Ocean Voyager для обсуждения прогноза погоды. Условия здесь меняются очень быстро. Сезон ураганов официально уже начался. Район, где лежит Титаник, располагается как раз в известной зоне ураганов. Группа следит за ураганом Бонни, способным нанести в этом районе разрушительный удар. Смотри, переместился. За Бонни следует внимательно наблюдать. В последней сводке погода говорил, что он идет гораздо севернее. Глубоко под поверхностью океана условия продолжают оставаться идеальными. за прошедшие несколько дней Пол Мэттайес и команда Наутилуса получили очень подробные фотографии кормы Титаника. Нужно лучше подобрать экспозицию. Открывай затвор. Наутилус способен очень-очень точно перемещаться над морским дном. Двигаясь туда-сюда, мы будем делать снимки дна. Каждый снимет Мэттайеса как составная картинка в головоломке. Складывая картинки, ученые получают уникальный вид полной картины кораблекрушения. Это так называемый метод фотомозаики. Эти картинки многое могут рассказать. Каждая деталь мозаики, как и отдельные видеокадры, раскрывает историю своего обломка. Каждый кадр рассказывает собственную историю. ученые ясно видны несколько главных и самых впечатляющих мест. Вот становится отчетливо виден лестничный пролет третьего класса в кормовой части. «Титаника» В ночь катастрофы в этом месте царили смятения и паника, когда пассажиры пытались покинуть судно. Лучше становится видна и кормовая палуба «Титаника». Здесь поблизости отец Томас Байлс многим отпустил грехи, тогда как другие воспользовались последним шансом, прыгнув в ледяную воду. На носовой части судна с поразительной отчетливостью видны шлюп-балки, которые использовались для спуска спасательных шлюпок. Офицер Чарльз Лайтоллер работал здесь недолго, эвакуируя «Титаник». Мозаика показывает и главную лестницу. Сегодня она мало напоминает ту, какой была когда-то. Тягостные напоминания о былом великолепии. этот световой люк открывается в радиорубку «Титаника». С потолка до сих пор опасно свисает деталь рации. В ночь катастрофы Харольд Блайт и Джек Филлипс настойчиво посылали из этого помещения призывы о помощи, пока сюда не ворвалась вода. Следующие несколько дней Метайес и команда Наутилуса фотографируют обломки деталь за деталью. Для завершения этой исторической мозаичной картины «Титаника» потребуются тысячи снимков. «Титаник». Ответы из бездны. Часть третья. Поздно ночью Магеллан снова направляется к «Титанику». Подожди, мы тут обойдем, посмотрим, что к чему. Теперь исследователи переключают внимание на одно из самых поразительных происшествий, связанных с крушением «Титаника». Момент, когда огромное судно развалилось на куски. Собираюсь переключить гидравлику. «Титанику». Дай мне знать, когда я окажусь в воде. Ты в воде. Курс 90 правее. До сегодняшнего дня практически остается тайной, как развалился «Титаник». «Титаник». Для пассажиров и команды это был момент полного ужаса. Для тех, кто стал его свидетелем и остался жив, получив возможность об этом рассказывать, это было зрелище, вселяющее ужас. «Титаник». Видны были винты судна и все прочее. Руль поднялся из воды. Потом выключился свет матрос Джон Бьюли. Мы отошли от «Титаника» примерно на расстоянии городского квартала, когда он стал разваливаться на куски. Пассажирка первого класса люсил Картер. Лежа на связанных стульях, я мог видеть, как судно раскололось надвое. На меня сыпался град обломков. Большой кусок дерева ударил мне в жилет. Август Вайхман. сегодня исследователи внимательно осмотрят обломки в поисках улик, которые помогли бы объяснить, почему так быстро разрушился «Титаник». Магеллан приближается к месту, где лежит кормовая часть судна. Оно известно как поле обломков. достигнув дна моря, Магеллан включает огни. Так, объект 2.4.0, расстояние 180 метров, курс 2.1.5. Мы в южной части поля обломков, к югу от кормовой части. не знаю точно, на каком расстоянии метров в двухстах, трехстах или около того. Стоп! 18 метров. Входим. Стоп! Разрушение в этом районе ошеломляющее. Вижу хорошо большую цель. Курс 2.7.0. Массивные обломки корабля стоят словно гигантские монолиты. Хочу пройти как раз над этими обломками и посмотреть, что внизу. Это займет некоторое время. Каждый обломок может что-то рассказать. Еще 35. Хочешь опуститься еще ниже? Да, поверни правее. расшифровать, что представляет собой каждый обломок, крайне сложно. Тут их так много. В самом деле трудно понять, к какой части судна относятся обломок. Процесс интерпретации обломков для реконструирования происшедшей катастрофы называется реверсивным конструированием. «Похоже на что-то, что действительно было разорвано. Есть соображения, чтобы это могло быть...» «Тот же самый подход, который исследователи используют при изучении современных катастроф, таких, как крушение самолетов. Я хочу панорамировать направо, медленно. Среди разбросанных остатков группа обнаруживает несколько котлов, каждый высотой больше шести метров. Вон тот кусок довольно высокий, вас понял. Эти котлы могут оказаться важным свидетельством. «Раз один здесь, другой мог оказаться вот здесь». Некоторые из спасшихся были уверены, что котлы Титаника взорвались, внеся свой вклад в разрушение судна. Исследователи хотят узнать точно, что же случилось с той ужасной ночью. Во время трагедии в процессе эвакуации Титаника некоторые из тех, кому удалось спастись, говорили, что слышали сильный взрыв котлов, которые сорвались и упали с судна. Когда я помогал размещать людей в шлюпках под палубой, раздались взрывы, судно сильно содрогнулось, все повалились в кучу. Причиной этих взрывов явилась ледяная вода, прорвавшаяся на котлы. Август Вайхман. Я ясно слышала четыре взрыва. Мы полагали, это котлы. Пассажирка первого класса миссис Стюарт Уайт. При осмотре котлов кормовой части исследователи не обнаружили свидетельства взрывов. Котлы из первой котельной. Оборотный котел. Похоже, он в отличном состоянии. Следовательно, он не взрывался. Чтобы быть уверенными, что другие котлы Титаника не взорвались, исследователям необходимо осмотреть оставшиеся детали корабля. Поиски ведут их к носовой части, где размещались многие котлы. Палубы здесь разрушены и не позволяют заглянуть внутрь судна. Но, к удивлению группы, некоторые куски отломились. Впервые исследователи смогли заглянуть в одну из котельных. Мы обнаружили, что все пять котлов на месте. Нет никаких повреждений, которые могли быть вызваны взрывом. Это свидетельствует, что, возможно, все 24 котла, которые действовали, не взрывались и не сместились со своих фундаментов. Если не котлы разнесли «Титаник» на части, что же тогда могло стать причиной его разрушения? Теперь исследователи направляют внимание на саму сталь. Не могла ли она оказаться бракованной, внеся свой вклад в разрушение судна? Это весьма спорная теория. Чтобы разрешить спор, группе нужны материальные свидетельства. Настоящие куски стали, отломившиеся от «Титаника». Исследователям хотелось бы отрезать образец от 20-тонного куска корпуса, прозванного «Большой обломок». Его подняли как историческую ценность. Но для исследователей катастрофы он важен по другим причинам. «Титаника» Это деталь правого борта «Титаника», проходящая через две верхние палубы в области разлома. Если она слабая, это могло бы означать, что большая часть стали в этом месте была хрупкой. Чтобы поднять его, обломок прикрепляют к двум огромным подъемным баллонам, которые поднимают его на 4000 метров к поверхности. Здесь спасательные группы быстро крепят обломок спасательному грузовому судну. На погруженный в воду обломок «Титаника» снова падает солнечный луч. группа работает очень аккуратно, стремясь не повредить эту реликвию. Вверх чуть в сторону поверни. Хорошо? Несмотря на все старания, в условиях сильного ветра сложно управлять тяжелым обломком. несколько часов напряженной работы секция корпуса «Титаника» закреплена. У Дэвида Ливингстона и Билла Гаски есть теперь осязаемая связь с тем, как разрушался «Титаник». Мы надеемся узнать гораздо больше о том, как разломился «Титаник». И, возможно, лучше объясним, каким образом судно оказалось в том виде, в каком оно находится сейчас. Может, в те дни наблюдались колебания гравитации? Не думаю. Большой обломок направляется в Бостон для анализа. А члены экспедиции следят за ураганом Бонни, который остановился вблизи Атлантического побережья. Ураган несет им плохую погоду. Нервозность лежит в основе известного из пословицы «затишья перед бурей». Многие члены команды пользуются солнышком. Есть надежда, что только дождь и неспокойное море и вот и все, что их ждет здесь. Что ураган никогда не подойдет ближе. Пока это напряженная игра в ожидании. После четырехдневного путешествия большой обломок прибывает в Бостон. в гавани специалист по материаловедению Тим Фейки встречает хранителей Титаника Стефана Пенника. Особенно с этой стороны. Видишь, какой плоский край? Вот здесь, да. Да, эта часть, когда мы ее отделим, большой обломок относится к той части кормы, где произошел основной разлом, где судно раскололась. Поэтому, если бы у нас был кусок корпуса от участка рядом с местом разлома, очень вероятно, что сталь там оказалась бы очень похожей на сталь в области разлома. Эта часть? Ну-ка, на свет сталь выглядит идеальной. Вернувшись в лабораторию, Фейки готовит образцы поперечных разрезов стали. Используя так называемый тест на разрыв, он измерит его напряжение. Это устройство может воздействовать на сталь с силой более 1200 килограммов. Очень малый уровень. Это процесс медленного прогибания, подобный тому, который происходил с Титаником в ночь катастрофы. Видишь, там щель небольшая. Когда корма Титаника поднялась над водой, нагрузка на поверхность передней части судна стала в несколько раз больше, чем предполагала конструкция. Как поведет себя материал под действием такого огромного груза, именно это и определит, что произойдет судном. Вот и прекрасно. Как и выяснилось, сталь Титаника удивительно прочная. Сталь демонстрирует прочность почти такую же, как современные марки стали и вполне соответствовала той, которую необходимо было использовать для Титаника. Ну что ж, прекрасно. Работа Фейки позволила установить истину в дискуссии, которая проходила бурно в течение примерно десятилетия. Прочный материал, хороший. Теперь исследователи могут с определенностью сказать, что сталь Титаника не была бракованной и не способствовала разрушению судна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова